привет друзья подписчики думаю многим знакома фраза все гениальное просто и сегодня как раз тот случай когда я покажу вам гениальную и очень простую схему как сделать аккумулятор не ограниченной емкости и на любое напряжение и для этого необходимо объединить две абсолютно разные схемы включения аккумуляторов в одну и добавим несколько ключей чтобы избежать короткого замыкания таким образом это пара ключей подключает аккумуляторы параллельно и на выходе мы получаем 4 вольта в то же время не меняя схему а просто включая другую пару ключей мы получаем последовательное соединение аккумуляторов и на выходе 12 вольт как видим одна и та же схема может выдавать два разных напряжения и чтобы реализовать данную схему нам потребуется двух позиционный переключатель таким образом мы можем легко менять конфигурацию нашей батареи с помощью обычного переключателя и в теории вот так переключается напряжение на выходе батареи и и сейчас я продемонстрирую как же это будет работать на практике вот с этих контактов будем снимать выходное напряжение и для этого возьмем тестер как видно сейчас схема в режиме параллельного включения на выходе 3 8 вольт переведем ее в режим последовательного включения и выходное напряжение сразу же увеличилась в три раза батарейки соединились но у схемы есть еще одна интересная особенность мы можем снимать промежуточное напряжение а именно если мы подключимся к среднему аккумулятору мы получим среднее напряжение а именно 7 и 6 вольт а также данная схема не ограничивает нас в использовании любого количества аккумуляторов и на основе этой схемы я создал свое гениальное устройство данная коробочка позволяет делать все то о чем я уже рассказал но в гораздо больших масштабах встроенный вольтметр показывает выходное напряжение но камера его плохо передает поэтому воспользуемся вольтметром аккумуляторы внутри сейчас разряжены поэтому на выходе нет 12 вольт но мы ее сейчас зарядим но сперва давайте заглянем внутрь этого чудо устройства как видите устройство может работать даже с не полным комплектом батарей что конечно не рекомендуется но это возможно и давайте я вкратце расскажу как это собрано и работают в качестве токопроводящей шины используется клеммник на винтах внутри которого протянут провод и на каждую шину мы можем добавить любое количество аккумуляторов также добавляем наши переключатели и все это соединяем проводами и в результате получаем на выходе 4 или 12 вольт и вот так меняется напряжение на выходе когда мы щелкаем переключателями а сейчас я покажу как добавляются дополнительные аккумуляторы в этот powerbank и наличие аккумуляторов разной емкости в сборке не является критичным если вы не собираетесь питать мощную нагрузку с помощью этого аккумулятора аккумулятора одно из преимуществ данной сборки в том что аккумуляторы не запакованы как селедка в банке а это значит что избыточное тепло от батареи легко отводится и риск перегрева всей батареи снижается и я решил провести еще одну модернизацию а именно добавить зарядное устройство в свою батарею а Итак, зарядное устройство прикручено, теперь необходимо подключить его к одной из шин. Итак, первое подключение, светодиод загорелся, значит устройство работает, но сможет ли оно зарядить мой аккумулятор? И чтобы это проверить, я подключил зарядное устройство через USB тестер, которое позволяет измерять мощность заряда. И вот первый результат, спустя 30 минут я вижу, что мощность зарядки 1,8 Вт. И еще интересно посмотреть тепловизором на наши элементы, как они нагреваются, особенно аккумуляторы. И как видим, аккумуляторы вовсе не нагреваются, что очень хорошо, самым горячим является само зарядное устройство и моя рука. Ну а это результат спустя 7 часов непрерывной зарядки. устройство зарядилось на 12 Вт. Ток заряда 360 мА, мощность 1,85 Вт. И давайте снова взглянем на наши аккумуляторы через тепловизор спустя 7 часов заряда. Как видим, аккумуляторы полностью холодные и это в пользу безопасности данной сборки. также мы можем заряжать этот пауэрбанк с помощью более мощных зарядных устройств для литий-ионных батарей. как видим, заряд аккумулятора происходит более высоким напряжением, но в пределах безопасного, 4,2 Вт. давайте посмотрим мощность заряда с помощью этого зарядного устройства. И как видим, это устройство более мощное и быстрее заряжает аккумулятор. ток 430 мА и мощность зарядки 2,4 Вт. Ну а сейчас будет ответ, наверное, на самый основной вопрос. Зачем нам нужна батарея на два напряжения? 4 и 12 Вт. У меня есть инвертор, которому на вход необходимо подать 12 В, чтобы на выходе получить 220 В. Ну а 220 В, разумеется, является стандартным напряжением для всех бытовых устройств. Как видно, инвертору вполне хватает мощности, чтобы запуститься. 11,1 В. А сейчас давайте попробуем переключиться на 4 В при работающем инверторе. Инвертор ушел в защитный режим. И какой же тест без реальной нагрузки? Давайте подключим лампочку светодиодную 11 Вт, 220 В. напрямую к инвертору. Отлично все работает. И, как видно, входное напряжение почти не проседает. Значит, мощности PowerBank вполне хватает для питания такой нагрузки. Продолжение следует. Продолжение следует... Да, и хочу показать, что никаких фокусов здесь нет, лампочка подключена напрямую к инвертору, а инвертор к пауэрбанку. В общем друзья, вот такое устройство у меня получилось, думаю будет выручать меня при длительных отключениях света, смогу заряжать его от обычной зарядки телефона и при этом при необходимости подключать через инвертор более мощное устройство, которое требует 220 вольт. И надеюсь вам понравилось видео, желаю всем хороших идей, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok